Пока Никита присоединяется, просьба, меня видно, слышно, звук хорошо идет, ничего не лагает. Все, вижу запрос от Никиты, принимаю. Собственно, сейчас уже все будет хорошо, я надеюсь. Никита, давайте еще раз проверим, слышно, видно, все хорошо. Да, все, теперь замечательно. Телефон пришлось поменять, судя по всему. Да, поменяли трансляционный телефон, хорошо, что у нас их много. Супер. Так, что там не в порядке? Ну, уже будем. Давайте, будем начинать. И, собственно, первый вопрос это, как отличать ситуацию, где абсолютно нормальный живой подросток по-живому реагирует, и ситуация, где надо на нее как-то вообще реагировать родителю осознанно. Искать специалистов, книжки, статьи. Очень обширный вопрос, и, наверное, ответ будет сейчас вообще в непсихологической плоскости. Ну, и серии, если ребенок не нарушает закон, нормы морали, то, ну, возможно, пока все нормально. Ну, пока мне так не очень понятно, на что отвечать здесь. А вот стандартный вопрос, ребенок говорит, не хочу ходить в школу, зачем мне туда ходить? Все же известные люди, многие из них, там, Билл Гейтс, Стив Джобс, они бросали кто колледж, кто школу, и добивались успеха. И он говорит, я вот тоже не вижу смысла туда ходить, почему я должен это делать, старать я не буду. И вот начинается сначала с маленького, а потом уже, в принципе, его с дивана не поднять. А вопрос, в чем, нормально ли это? Нормально, так бывает. А что с этим делать? Ведь он же не сдаст ЕГЭ, и дальше жизнь закончилась. Ну, во-первых, все зависит от возраста и от ситуации, да, когда ребенок лег. Если он лег в 11 классе, и до этого все было нормально, и он готовился, возможно, перегорел немножко, да, человек, то, с чем я регулярно сталкиваюсь сейчас, вымотался окончательно. Если лег в 7-8 классе с гениальной идеей, что я завтра проснусь, и все будет хорошо, то есть время вообще-то подождать и посмотреть, что происходит с гениальными идеями. Здесь надо разбираться, это может быть поводом обратиться к психологу, но совершенно точно сейчас подростки все чаще так заявляют, потому что истории успеха хватает. Единственное, что подростки зачастую не замечают, это, ну, оборотная сторона, что те, кому удалось, как много они делали, помимо того, чтобы не ходить в школу. То есть они не просто не ходили в школу, да? Ну, да, просто не хождение в школу, как мы с вами догадываемся, чудо не происходит. А вот как по вашему опыту, обычно есть ограниченный набор причин, из-за которых у родителей с детьми возникает недопонимание? Вот какие основные самые высокочастотные причины, почему так происходит? Самое высокочастотное – это то, что родители не успевают перестроиться. То есть у них одно время был ребенок послушный, ну, относительно послушный, но всегда можно было там гаркнуть, и он все делал в итоге. А в какой-то момент ребенок превращается в подростка, которому важнее себя заявить, себя отстоять и посопротивляться, и вообще он уже больше в эти игры не играет. И родители не успевают перестроиться на другой формат коммуникации, продолжают вести себя как с ребенком, получают больше сопротивления, больше агрессии, чаще, часто усиливают нажим и получают сложную ситуацию. Вот это типовая причина. Вторая история, когда они, ну, они связаны и все равно не видят, не слышат, что у них за ребенок, какой он, и не очень хотят его признавать существом отдельным от себя. И поэтому гнев родительский возникает, когда дитё действует не по плану. А вот как здесь правильно поступать? Ведь если мы ребенка форматируем, как мы считаем правильным, то мы, по сути дела, отучаем его принимать решение, брать на себя ответственность. И наоборот, если мы с ребенком всегда позволяем ему делать, как он хочет, то он может упустить те возможности, которые мы, как родители, для него видим или сами создавали. Вот как здесь найти этот баланс? Ну, вообще, давайте прямо с самого начала. Все родительство – это поиск баланса всегда между свободой и безопасностью, да, в том числе, между тем, как мы понимаем ситуацию, и тем, что у ребенка есть свое личное видение, свое личное мнение. Здесь нет четкого водораздела, как и когда надо. И стоит помнить, что дети очень разные. Кому-то только дай свободу, он сам все нарешает вполне себе уверенно. А детям тревожным, например, если у них убрать рамки и дать им полную свободу, они тут же сядут в углу комнаты, просто потому, что им не справиться с такой ситуацией. Баланс, наверное, ну, еще раз, да, нет универсального какого-то рецепта, что вот здесь вот правильный баланс. Точно совершенно помогает изучать своего ребенка, знать, понимать, какой он вообще, и хорошенечко обращать внимание на то, какие мы, чего мы хотим и чего мы добиваемся. Потому что мы, как родители, всегда какую-то концепцию в голове имеем, как надо жить, не всегда ее осознаем, но, исходя из этой концепции, мы, собственно, все воспитание и строим, все ограничения, все поочереднее, все на свете. Вот я вот эту штуку очень часто предлагаю вообще начать осознавать. Я что добиваюсь, каким образом, почему я этого добиваюсь. Вот, и искать вот стыковку между тем, что мне кажется важным, нужным и аргументированным, и тем, какой у меня ребенок, на что он способен и чего он хочет. Это путь. А вот как понять на самом деле, чего ребенок хочет? Ведь для нас важно было, вот я про себя могу сказать, что авторитет педагогов, ну и, в принципе, старшего поколения, когда я был маленький, был на совершенно другой высоте, чем сейчас. Сейчас взрослые, по большому счету, предустановленный авторитет теряют. Они его должны, что с ребенком, неважно, это дети, это ученики для педагогов, они должны его вырабатывать, зарабатывать, подтверждать или общаться без авторитета вообще. Но тогда и характер коммуникации другой. Еще раз вопрос. А вопрос, как понять, что важно для ребенка, что он будет как раз ценить? Три разных вопроса, что он хочет, что ему важно и что он будет ценить. Вообще могут быть непересекающиеся вещи. Для того, чтобы понять, что хочет ребенок, ну вообще хорошо бы научиться самим и помогать научиться ребенку ощущать, что я чего-то хочу, что мне чего-то интересно, чтобы формировалась вообще привычка поиска своего желания. Мы все равно это слово мотивация скажем, да, так уж и быть, но в основе мотивации всегда лежит вот это желание, энергия, интерес. И здорово бы было, если бы мы помогали детям научиться его ощущать. И сделать это мы можем только через поддержание. То есть маленькие дети, они просто очень хотят, они, да, там, хотят, об этом говорят, они это делают, а потом мы научаем их вести себя по правилам, когда нужно свое хочу попридержать. Вот, здорово здесь в первую очередь баланс бы выдержать между правилами, рамками и поддержкой того, что ребенку хочется интересно. И это ляжет в основу будущей внутренней уже мотивации. Что ребенку важно и нужно для будущего, это никто никогда не узнает. Потому что сейчас концепция как собак нерезанных, да, вот сейчас там модные навыки будущего, там, soft skills, 4К, 12 навыков будущего, 24 и так далее. Это все гадания на кофейной гуще, футуристы вместе с психологами, социологами за деньги предпринимателей формулируют, чему учить детей, чтобы они в будущем были эффективны. Никто не знает и меньше всего знают родители. Мы руководствуемся тем, что в нас взрастили, нашими представлениями какими-то. Мы уже испытываем дискомфорт, потому что видим, что оно не работает, но это хоть что-то, за что мы можем уцепиться, иначе полная растерянность. И здесь, в связи с тем, что мы, я, может, сложно очень говорю, вы меня поправляете, в связи с тем, что мы во многом вынуждены участвовать в той жизни, которая вокруг происходит, в правилах, системах, в том числе и образовательной, мы все время пытаемся какую-то смычку навести между тем, чего ребенок запрашивает, что нам кажется важным, нужным, и что требует система. И вот как канатоходцы, жонглирующие одновременно, мы пытаемся все это удержать. Никто не знает, что важно и нужно. И я здесь сторонник разбираться, а на что я-то опираюсь. Я точно на что-то опираюсь. Мне там 37 скоро, и родителям подростков там тоже 35-45 лет. Мы все на что-то опираемся. И хорошо бы понимать на что. Ну, просто для себя разобраться, чтобы можно было в какой-то момент выбор делать. Важнее то, на что я опираюсь, или важнее то, что мне сейчас подросток говорит. Но это про умение... То есть родителю надо еще и себя слушать, помимо того, что подростка. А как еще? Ну, это... Ну, в идеале, конечно, взять во время эфира от грамотного человека готовую тамблетку, готовый алгоритм и пойти его применять. Я бы сходил на такой эфир. Поставьте плюс в чат те, кто, в принципе, готов взять готовое решение и пришел сюда за ним, вместо того, чтобы думать, напрягаться. Сейчас посмотрим, сколько у нас честных средств. Слушайте, ну, на самом деле, вообще-то готовые решения есть. Весь интернет полон готовыми решениями. Школы в своей рекламе продают готовые решения. Другое дело, что подготовые... Как бы мы или решения под себя подтесываем и подтачиваем напильником, либо себя и ребенка под решение. И готовые решения всегда предполагают, что мы напильником дорабатываем ребенка. Да, я не знаю, я пример приведу такой, достаточно жесткий. Для многих готовым решением выглядит кадетский корпус Суворовского училища, например. Да, что вот там-то его пацана научат. Точно поставят в рамки и научат дисциплине. Да, да, да. И да, научат с высокой вероятностью, если не сломают. Но для того, чтобы это решение сработало, ребенку придется в чем-то переломаться, в чем-то измениться, стать другим, для того, чтобы для него эта система была эффективной. И на самом деле любое готовое решение, то, под что придется дорабатывать ребенка, чтобы он в это готовое решение успешно уложился. А может, ему это в пользу? То есть можем ли мы сказать, что кадетский корпус всем детям будет во благо или наоборот во зло? Нет, не так, не так. Я так формулирую, что есть дети с таким набором особенностей, характеристик, с такой ситуацией, которым это будет полезно. Я так сформулирую. А вот как родители понять? Будет полезно или нет? Очень многие вещи, к сожалению, на берегу мы понять не сможем. Отчасти здесь можно пообщаться с детским психологом и вместе с ним составить впечатление и хотя бы для себя взвесить риски и взвесить последствия. Но точно мы их, к сожалению, знать не сможем. Я вот облегчил бы душу большому количеству родителей про вообще, про точное знание, про правильные действия. Но их не существует. И более того, самое главное, что никто и никогда не оценит то, что мы сделали. И никто не скажет нам, на самом деле, объективно никакой оценки нет, все хорошо было или не все хорошо. Можно простое упражнение сделать, можно задать себе вопрос, в каком возрасте вообще или в какой ситуации я смогу себе, ну или по каким критериям я себе скажу, что все, я как родитель все сделал хорошо. Это вот во сколько лет надо смотреть? Это в 18? Или дождаться до 30, когда там женится или замуж выйдет? Или до 40, когда пятого психотерапевта сменят? Или к пенсии ребенкиной надо себе на этот вопрос ответить, чтобы посмотреть, что он жизнь прожил благополучно? Нет такой точки. Давайте. А вот помимо этого упражнения, что еще мы вообще родителям можем предложить в качестве такой ежедневной практики? Чай с Ромашкой. Очень помогает. Ежедневная практика для чего? Ну, самый-то главный вопрос. В первую очередь, чтобы понимать своего ребенка. Чтобы лучше понимать своего ребенка? Ну, вообще, очень хороший вопрос, что я делаю и зачем я делаю. Ну, вот прям как родитель. Очень прекрасный. Но это сложно. Так, Александр, подвисливаем. Да. Здесь, здесь слышу, вижу. Ну, вот, все, я придумал. Эта практика вообще чудеснейшая. Она сразу всему помогает. И разобраться, что у меня за ребенок, и главное, отношения с ним наладить. И расслабиться, и вообще меньше тревожиться. Я везде ее вещаю. Все родители сейчас ваши вопросы будут решены. Да, да, прям вообще все. Практика очень простая. Но везде я ее рассказываю. То есть, это вообще не уникальная штука. Ну, по классике у человека, вернее, у коммуникации нашего общения пять функций примерно. Но у родителей, ну, грубо говоря, две. То есть, у нас есть родительская функция в общении. Это планирование, мотивация и контроль. Да, менеджмент. Вот. И есть чисто человеческое. Когда мы обменяемся впечатлениями, эмоциями, информацией. Ну, вот, когда как люди мы прям общаемся. И этот баланс подростковому возрасту очень часто смещен в родительскую функцию. Прям сильно смещен. Причем подростки же с нами контакт разрывают, общения становится меньше. И мы вот в эти редкие минуты и часы стараемся нанести максимум пользы. Вместо того, чтобы по-человечески пообщаться. Вот. И практика очень простая. Да, мне нравятся комментарии про стакан воды. Вместо того, чтобы что-то говорить, нам же стакан воды в рот. Да, практика очень простая. Сначала себе задавайте простой вопрос. Я сейчас как кто общаюсь? Вот. Хотя бы посмотрите, что у вас сейчас с балансом. И маленький лайфхак. Если вы общаетесь с целью принести какую-то пользу, вы точно общаетесь не как человек, а как родитель, ментор, я не знаю, педагог, надзиратель, менеджер, кто угодно. Потому что, когда мы общаемся чисто по-человечески, мы получаем удовольствие от процесса. Нам интересно. Если мы наносим пользу и воспитываем, ну, это уже не человеческое общение. И как только вы начнете замечать, из какой роли вы общаетесь, баланс тут же начнет оздоравливаться. Это, зуб даю, великая сила фокуса внимания. Окей. Ну и тогда вопрос, который волнует наверняка очень много родителей. Есть ли связь между вот таким протестным бутарским поведением трудного подростка и его успехами в учебе? Это вообще связанные вещи или нет? Наверное, придумать ее можно. Ну, вообще, ну, давайте так, связь такая, наверное, что если подросток не проявляет свою подростковость, то, скорее всего, он более послушный, скорее всего, он выполняет больше того, что от него требуют. И, скорее всего, у него в среднем получше оценки. Если подростковый возраст начался, как он должен быть по учебникам, вот там, с сепарацией, с ориентацией на общение со сверстниками, то, скорее всего, учеба поедет вниз. Ну, хотя бы на период. Есть уникумы, которые справляются и с тем, и с тем. У них и дома трэш, и на учебе отлично. Но это нечастая история. А так, да, скорее. Ну, и вообще про учебу и успеваемость, мне кажется, важно понимать, что это общее больное место. То есть примерно с пятого по девятый класс такая мотивационная яма, там, с шестого по девятый класс. У большинства, у мальчиков посильнее, у девочек послабее. Мотивационная яма выражается в том, что учиться начинают хуже, оценки хуже. Ну, объясняется это очень просто. В начальной школе еще дети учатся, потому что для них эта игра такая классная в школу. Но от этого они быстро избавляются, от этих иллюзий чаще всего. И потому что очень важно, им хочется быть хорошими для мамы и для учительницы, если с учительницей повезло в начальных классах. И вот на этой мотивации можно прямо до конца начальной школы доехать. Ну, то есть к концу начальной школы они уже разобрали, что это неинтересно, это не игра. Да, да, и все взрослые такие серьезные лица делают, сложные, говорят, это вам не шутки, это школа. И дети такие, ну, да, понятно, скучно. Вот. А при этом то, почему учатся все взрослые, да, потому что понимают, зачем им это надо. Вот эта штука появляется к концу старшей школы. Ну, осознанно, вменяемо. Там структуры мозга доразвиваются до того, чтобы понимать, зачем мне в будущем то, что я делаю сейчас. Это, да, там, 16-17 лет. И получается, что у нас с 5 по 9-10 класс у нас нету мотива интереса, у нас нету мотива, связанного с одобрением, и еще нету мотива с точки зрения цели. Мы еще не очень понимаем, зачем это. Поэтому нафига ходить в школу, но подросткам очень сложно ответить. И это даже если мы не берем в расчет смены школ, смены классов, а в 5 классе все большие части переходят в среднюю школу, у них меняется, огромное количество учителей становится, чаще всего пересортировывается класс, это новое общение, новые взаимодействия, куча напряжения. А еще половое созревание начинается, что-то отрастает, что-то видоизменяется, и это тоже отнимает кучу внимания. Еще родители в этот момент активно раздражать начинают. То есть где-то мучеба вообще непонятно, честно говоря, каким образом подростков удается удержать в школе, это вообще магия, на мой взгляд. Магия километра родительских нервов. Так, давайте разберем вопросы от зрителей, за это время их уже накопилось достаточно. И первый вопрос, если дитятка не умеет брать на себя ответственность, и он вообще ничего не хочет развиваться, и кроме интернета, YouTube ничего не хочет. Но учится пока хорошо, 12 лет. Всегда меня в таких вопросах интересует, а где вопрос? Вот. Что делать? Что делать? Ну, я очень часто вопросом на вопрос отвечаю. Что делать, чтобы что? Что вы хотите-то от ребенка? Видимо, ребенок должен как стахановец, вот там, олимпиады брать, стремиться к чему-то. Ну, светлая мысль. Я, ну, сейчас без сарказма, это очень важно, когда мы пытаемся, мы же очень сильно маемся чувством вины и тревоги, что мы что-то как родители не доделываем, да, и вот он поэтому лег там на диван. Очень хорошо бы себе ответить на вопрос, я что хочу, да. Если я хочу, чтобы он как стахановец сдавал олимпиады, то хорошо бы дальше покопаться и, честно, поразбираться, зачем. Я вот мне-то, вот это вот все, оно зачем. Я что такого в этом всем вижу, что я не рада тому, какой там у меня ребенок сейчас. Ну, а это, да, лирика и личный рост родителя. Кстати, подростки – это вообще суперский инструмент личного роста для нас. Вот они прям, вот все, что вас вывесило с подростком, идете с этим к психотерапевту и прямо это очень четкие болевые точки. Тень пробуждают у нас подростки. Но я отвлекся. Смотрите, лечь на диван – это нормальный этап, да, и, ну, представьте, ребенок какое-то время долгое достаточно делает не то, что хочет. Школа, кто-то еще на спорт запихивает, не на тот, который ребенок хотел, потому что надо плаванием заниматься. Английский обязательный, да, Александр, простите, но английского, мне кажется, такой вот образ тяжкого креста для всех вообще. Музыка там и так далее. И редко, что, ну, это все, что выбрал ребенок на самом деле. Родители обычно думают, вот так надо. И вот ребенок все, всюду это ходит, он устает, вот он делает не то, чего хочет, от него вот все это требует, но в какой-то момент он дорастает до возраста, когда он может родителям сказать «нет». И вы уже не вытащите его с кровати, не отнесете в бассейн, да, и вы уже точно не заставите. А еще настанет страшный момент, когда вы телефон забрать у него не сможете. Вот что вы будете делать тогда. У него набирается силы сказать родителю «нет». Он перестает делать то, чего ему не хотелось, а теперь ему нужно время на то, чтобы свою собственную хотелку-то ощутить и отрастить. Потому что до этого все время за него решали родители, как ему быть, чем ему заниматься, чем ему интересоваться. Его мнение не особо имело значения. И ему теперь за короткое время надо, как взрослым, которые в 40 пошли к психотерапевту, они вот за три года с этим разбираются, а у него интенсивная задача, ему надо пошустрее понять, чего я хочу и кто я такой вообще. Можно слушать эти эфиры с подростками, а не с любовью к подросткам вообще-то. Вот. И наша задача разобраться, что я хочу. Если моя задача закрыть свою тревогу его правильными действиями, то да, тогда пинками, насилием, шантажом, угрозами, манипуляцией, подкупом мы поднимаем его с дивана и заставляем делать домашку. Это одна история. А вторая, если я хочу помочь ему, чтобы он разобрался с тем, что ему важно, что ему хочется, что ему интересно, нашел что-то для себя в этой учебе, тогда я решаю вот эту задачу. Я моделирую поведение, на себя смотрю, а я что после работы делаю? Да, как я активно существую дома и учусь там всему подряд, и домашку, может, делаю. Вот. Я предлагаю разные варианты возможностей, я поддерживаю желания и интересы, я разделяю эти интересы. Но это долгий путь, который вообще не связан с выполнением домашек. Я забыл вопрос, пока отвечал. Ну, мы как раз вот разбирали пассивное, недостаточно трепетное отношение к учебе, и у нас есть замечательный вопрос, который как раз в тему. Ребенку 12 лет отказывается продолжать обучение в художественной школе. Говорит, мне это не надо, мне интересно. Нужно ли настаивать на своем, или все же поддаться ребенку? Спасибо. Мне это формулировка нравится. Мне радует поддаться ребенку. У вас война, да, и надо капитулировать. Слушайте, ну, если у вас есть четкое, внятное объяснение, зачем вам, чтобы он туда ходил, то тогда давайте второй этап. Что будет хорошего, если ребенок будет под давлением ходить туда, где единственный вообще залог результата – это желание. Ну, что он в художественной школе? Он будет с ненавистью учиться выводить линии, да, этому вы добиваетесь. Гипсовая голова будет проклята. Да, да, будет проклятая гипсовая голова. Вряд ли там будут хорошие результаты под давлением, да, вряд ли вообще что-то будет. Он просто дождется следующего момента, когда наберется смелости сказать «нет». Вот. Если вам очень важно, чтобы он туда ходил, тогда, пожалуйста, разбирайтесь, что поменялось, что было для него важно и интересно, что теперь вызывает сопротивление. А это может быть все, что угодно. Может быть, поменялся педагог, может быть, поменялось отношение педагога, может, была серия неуспехов, может быть, отношения не сложились в коллективе, и появляются разнообразные препятствия. Это при условии, что ребенку нравится рисовать. А если ребенку еще и рисовать не нравится, то зачем вы все это затеваете, это совершенно непонятно. Окей. Вот тоже вопрос, где уже больше непонимания со стороны родителей, немножко меньше конфликта, и желание разобраться, а как правильно. Как правильно поступить, если ребенок восьмой класс, ложится спать в два часа ночи, учится во вторую смену с 13.00, аргументируя тем, что высыпается и успеваемость не страдает. У него четверки и пятерки. Меня волнует такой режим. Ну, слушайте, ну, я не знаю, как правильно. Вопрос, что вы хотите-то? Если у него школа в час дня, ему нафига вставать в 8 утра? Ну, вот, я не знаю... А как он потом на завод будет вставать в 8 утра? Я не знаю взрослых, которые при возможности поспать подольше, стараются поспать поменьше. Да, и взрослые в отпуске с удовольствием вечером сидят до часу ночи в ресторане, потом еще танцуют на дискотеке, к третьему часу ложатся спать, с удовольствием спят до 12, просыпают завтрак в отеле, и лениво выходят в бассейн, ну, почему здесь должно быть по-другому? Вот такой у него режим. Если вам кажется важным, чтобы он спал там с 10 до 8 утра, ну, значит, надо искать школу с первой смены. Но я бы здесь как к автомеханике поступал. Я бы не ремонтировал то, что не сломано, и то, что не стучит. Если она работает, зачем? Да, да, если система так работает. Ну, наверное, так. Если нет ничего другого, вызывающее беспокойство, ну, окей. А вот вопрос, все ли вопросы про детей вызваны тревогой и неуверенностью в себе у родителей? Ну, наверное, нет, не все. Просто тревога и неуверенность в себе прибавляют этим вопросам драмы. То есть не просто, как бы мне ребенка на полчаса раньше спать положить, а вопрос получается, что делать? Он ложится в 2 часа ночи. Ну, я шучу, конечно, и ни в коем мере не обесцениваю родительские переживания, потому что у меня не очень понятны. Своих растет некоторое количество. Тревога и чувство вины, они всегда добавляют. Они делают ситуацию зачастую страшнее, чем она есть, более значимой, чем она есть. При том, что тревога собака такая, она ведь ничего определенного. То есть мы боимся, что что-то пойдет не так. Когда-то, с кем-то. И это как-то нас коснется. И еще очень переживаем, что и тогда мы плохие родители. То есть никакой конкретики, а нервов потрачено страшное количество. Вот. Поэтому я сторонник того, чтобы... И сейчас модное слово ментализация. Даже есть такая терапия ментализационная или что-то такое. Ну, сторонник того, чтобы немножечко с собой рационально поразговаривать. Да. За что я переживаю? Чего я хочу? А в целом, большая часть родителей рассуждает примерно так, что что-то не так пошло, там оценки на бал съехали, и все, он умрет алкашом под забором. Вот. То есть, ну, быстро очень эта цепочка выстраивается, что он сейчас стал хуже учиться, потом еще будет хуже учиться, потом он курить начнет, потом пить, потом от него одноклассница залетит, он не сдаст ЕГЭ, да, там поступит в ПТУ, там его колодцы научат, ну и все. Потом еще армия. Это если возьмут. Вот. Сейчас с армией все не там просто, как хотелось бы родителям. Вот. Шутки шутками, но на самом деле у нас, у родителей, у каждого эта цепочка срабатывает автоматически. То есть, какой-то косячок происходит, какое-то отклонение от плана, а мы за ним видим сразу катастрофу мирового масштаба. А потом мы возвращаемся к тому, чтобы с этим косяком разбираться, и свои переживания по поводу катастрофы мирового масштаба выкладываем на подростка. Он, грубо говоря, кроссовки бросил грязные в коридоре, да, а мы ему влупили, как будто бы он котенка притопил там на глазах, я не знаю, малолетних детей. Просто в основном от своей тревоги, от своих переживаний. Ну или он опоздал на час, потому что заболтался, а мы ему влупили, да, потому что мы все морги уже обзвонили по этому поводу. А вот как быть в ситуации, которая знакома многим родителям, когда ребенок просто играет в гаджеты, и ничего не хочет, ни к чему не стремится, и нет надежды, что он в них наиграется? Особенно мне нравится добавление про нет надежды. А кто-нибудь вообще пробовал оставить ребенка, чтобы, ну, по-честному, то есть не на два дня, а вот прям оставить, и посмотреть, что будет. Мне кажется, никто не пробовал, поэтому страх все еще жив. Смотрите, еще раз, зависит от возраста, зависит от ситуации, то есть нет универсального решения, от того, что с ребенком происходит, что у него происходит с друзьями, с общением, с классом, что происходит между вами с ребенком, что у него с успешностью социальной происходит. Вот. Не было ли там сложных событий каких-то. Я так, наверное, скажу. Ну, ко мне много людей на консультации приходят, и про гаджеты тема есть практически всегда, но она всегда вторая. То есть он плохо учится, и еще сидит в гаджетах. Да, он мне хамит, и еще сидит в гаджетах. Он ни с кем не разговаривает в депрессивном состоянии, и еще сидит в гаджетах. То есть гаджеты – это какой-то маркер, но вообще непонятно чего, потому что, ну, жизнь сильно богаче, чем эти устройства и этот интернет. То есть здесь, по сути, надо разбираться, а что произошло, как так получилось. Да, потому что гаджеты, вообще-то, ну, подростков очень можно понять. Они не напрягают, они дают интересное, они не требуют усилий для того, чтобы это интересное получать. Обратите внимание, мы что им предлагаем? Ну, ты сходи, там, я не знаю, погуляй, или вот этим вот займись. И в большей части этих вещей надо приложить усилия, чтобы потом иметь возможность получить удовольствие. Да, с гаджетами, ну, попроще немножко в этом смысле. Плюс уже, конечно, у многих привычка. Ну, начиная с нас, давайте будем честными. Чуть что, сразу гаджет. Вот. У подростков она ровно такая же. Поэтому я бы разбирался, что произошло, что у него с состоянием, с настроением, что с социальной жизнью, что с изменениями, что у нас с ним с отношениями. Ну, и вообще любопытная история, что он делает в гаджетах. Я помню, у меня на консультации мама была, которая за гаджет очень переживала, прям страшно переживала. И так мне все это расписывало, прям катастрофа, что ребенок там, ну, просто пропадает. А по ходу дела выясняется, что ребенка школа по 7 часов в день, где он отлично учится, у него там еще спорт, еще репетитор, еще что-то. Он везде все делает, все хорошо. И в гаджетах страшное дело, он сидит 25 минут в день. Вот. Это там класс 7 или 8 был. Ну, и прямо катастрофа по маминам ощущениям. Или была консультация, когда мама очень переживала, что ребенок много времени проводит на Ютубе, прям все свободное время там. Когда я уточнил, что он там делает, оказывается, он очень увлекается историей, и он по 3-4 часа в день, все связанное с историей, что можно было найти в интернете, отсматривал, изучал, интересовался и так далее. Так что иногда... То есть ты развивался и учился, просто в другом формате непонятном родителям. Ну, собственно, да. У меня есть еще прекрасная история про Игорь. А вот у нас есть вопрос. Если пацану 21, и он тоже на диване ничего не хочет и не работает? У меня есть здесь наблюдение, которое, мне кажется... Перестать давать им деньги, да? Ну да, кто-то же за это платит. А вообще вот насколько это гуманно, не давать денег ребенку совершенно летним. Никита, как считаете, насколько гуманно снять ребенка с финансового удовольствия, взрослого совершенно летнего? Ну, я не гадский суд, чтобы про гуманность рассуждать. Мне кажется, здесь очень важно четко понимать, я что хочу в результате своих действий. когда я продолжаю оплачивать ребенка, ну, взрослого, который ни хрена не делает, то я тешу свою надежду, или я подкрепляю свое ощущение, что я хороший родитель, да, раз не бросаю дитятка. Ну, наверное. Или я верю, что ему надо однолежаться, да, там, как Илье Муромцу. Но главное, чтобы искренне я верил. Так тоже бывает. Я врать не буду. Хорошо бы себе ответить на вопрос, что хочу в результате. И чем я готов за это платить. Те, кто оплачивают бездельников великовозрастных дома, не готовы платить, да, не готовы платить страхом своим, тревогой, рисками ребенка, да, потому что мы выпнем его, а что он будет делать? Ну, не знаю, мы оплатим ему квартиру на полгода, и что он грузчиком устроится, да, наркотики начнутся. Ну, и дальше все те же самые страты, что в подростковом возрасте. Ну, высок риск... Ну, у меня где-то публикация была про то, что делать с выросшими бездельниками. Там, собственно, у нас два варианта, по большому счету. Вот. Или смириться и ждать, и платить, и отказаться от своих представлений о том, что что-то будет хорошо. Или оторвать от сердца и от кармана. И от кормящей головы нет. Да, и довериться судьбе, и уже будет, как будет. Наши взрослые дети свою собственную жизнь проживут. Мы в целом достаточно много сделали для того, чтобы у них был шанс прожить ее достойно. Но вообще-то в 21 они сами принимают решение, как им жить их жизнь. И они могут принять решение свою жизнь просрать. И, ну, могут. Это их решение, да. Они тоже получат опыт. А вот у нас еще есть замечательный вопрос. Совсем в растерянности. Дочь в 10-м классе и учиться не хочет. С первых классов играет в сахват и чемпионка региона в своем возрасте. Считай, что ей школа не нужна. Вот если кратко, потому что мы эту тему с разных сторон затрагивали, но судя по тому, что вопросы идут, некоторые родители рассчитывают, что персонально для них будет немножко другой ответ. И они вот отказываются слышать. У них прям вот шоры. Ничего не вижу, не воспринимаю. Вот если кратко, то как здесь быть в этом случае? Ну, во-первых, надо понимать, что 10-й класс это то время, когда можно какое-то время не учиться спокойно. Как-то достаточно хорошо к ЕГЭ за год можно подготовиться. А если она играет в шахматы, скорее всего, с головой, с интеллектом там все хорошо. Шансы увеличиваются. Поэтому нет ничего страшного в том, чтобы на какое-то время оставить в покое и договориться пожить со школой отдельно. Так тоже бывает. Но вообще я бы повыяснял, а что произошло? Если это внезапно произошло, тогда что-то точно поменялось. Скорее всего. И разговаривать, выстраивать отношения, разговаривать, разговаривать, разговаривать. Умные дети вполне себе представляют о том, чего они делают, зачем они делают. Хорошо бы нам повыяснять, свою тревогу немножечко здесь унять, заткнуть и послушать. А чего у вас с ребенком происходит? Чего она хочет-то? Учиться не хочет, ну окей, а дальше как она себя видит? Но не задавать этот вопрос, как мы это обычно делаем в драме истерики, как ты дальше, да, там, без вуза. Вот, да может и нормально без вуза. По-разному бывает. А просто именно в разговоре с точки зрения интереса и любопытства, не с желанием продавить свою концепцию. Если чемпионка региона, то значит мозг есть, значит воля есть, значит самодисциплина есть. То есть вообще-то все самое главное для того, чтобы она могла в выбранной области добиться успеха, у нее есть. И то, что она сейчас не видит точки приложения усилий вот этим своим компетенциям, ну, возможно, это как раз и есть проблема. И может быть вместе с ней точку приложения усилий здесь найти. Я знаю, что это не выглядит как простая инструкция, делай раз, делай два, делай три. Так, извините, товарищи родители, вы вырастили уже чемпионку региона, да, то есть сложный инструмент требует сложных инструкций. Если у вас хорошо, высоко развитый ребенок, я всегда всем родителям говорю, что чем больше вы разовьете своего ребенка, тем более сложные ситуации он будет привносить в вашу жизнь. Поэтому чем сложнее ребенок, тем сложнее инструкция. Вот у нас вопрос про семейное обучение. Зло ли это? Ребенку нравится, но коммуникация с социумом же должна быть. Мне кажется, это какое-то неправильное семейное обучение, потому что на правильном семейном обучении, мне кажется, коммуникации должно быть только больше, чем в обычной школе. Но люди путаются в терминах. Эта тема уже обстосана со всех краев, что нет социализации в семейном обучении. То, что слова семейное обучение под собой могут иметь просто миллион разных форматов. Это совершенно не значит, что ребенок один на один сидит дома с утра до ночи. Чаще всего, честно говоря, дистанционное обучение, любое, тот же Фоксфорд, 3-4 часа в день. А дальше, пожалуйста, организуйте ребенку любую социализацию по его выбору, кружки, там все на свете. Семейное обучение бывает, что родители просто из стандартных школ забирают, находят несколько, находят помещения, собирают несколько семей, находят преподавателей и обучают детей в таком формате. Так тоже бывает. В общем, здесь я рекомендую покопаться в теме. Не знаю, вы не против, если я книжку порекомендую? Конечно. А тоже у меня в блоге, в обзорах книжных есть «Жизнь без школы» книжка называется. И вот там как раз моя знакомая она очень подробно разложила все, что можно про семейное обучение, домашнее обучение с четкими инструкциями и описаниями и все вот эти страхи родительские тоже там развеяны. Я здесь вставлю еще две рекомендации. Во-первых, наши адвансовские курсы очень помогают тем, кто на семейном обучении, потому что мы занимаемся когнитивкой. А тем, кому привычен, кто не хочет на экстернат классно-урочная система в новонлайне с хорошей реализацией, я всем рекомендую в «Оксфорд». У меня огромное количество знакомых учатся на «Оксфорде» и пока что есть только один негативный отзыв из нескольких десятков людей, которых вот туда отправили. Поэтому «Оксфорд» и прочитайте книжку, но жизнь без школы. Ну, еще раз, надо понимать, что любая форма обучения это инструмент с ограничениями. Вот и все. Просто очень хорошо бы на берегу эти ограничения понимать. А вот говоря про любую форму обучения и ограничения, мы же понимаем, что это касается и классической школы тоже. Причем давайте все-таки отложим в сторону Летово, там, Хорошколу, Школу Президент, Примаковскую гимназию, в общем, топовые все, да? И такие основные ограничения дает обычная школа, вот самая обычная государственная школа. Уставший педагогический состав, ну вот уставший прям в полном смысле слова. Многие подвыгоревшие, многие просто демотивированные, не желающие переучиваться, не желающие меняться. А вот на ребенке как это скажется? То есть вот ребенок, прошедший через такую школу, он что приобретет? Я не буду сейчас тут хейтить наше стандартное государственное образование, у нас просто другого на самом деле в массовом масштабе нету. И государственное образование это возможность, которой может родитель с ребенком воспользоваться. Ну хорошо бы еще раз понимать, что будет, что не будет. Сказать, что вырастут дети бестолковыми, ну нет. Очень разные дети выходят из госшкол, точно так же, как из частных школ и даже топовых школ, очень разные дети. От общения с демотивированными взрослыми что получит? Ну он не получит с высокой вероятностью вот этого зажигания чем-то, какой-то темой. к интересам. Есть исследования, которые показывают, что подростки тогда начинают интересоваться предметом, когда у них препод классный. Не когда он профессиональный сильно, а когда он классный, когда он вызывает у них эмоциональный отклик. И вот таких людей в школах сейчас мало, в государственных, муниципальных. Потому что классным людям вообще-то хочется тоже и отдачи, хочется нормального коллектива. А школа как система, она слишком массивная. Ну я про среднее наше образование, она не может так быстро поменяться под запросом. Не увидит горящих, мотивированных взрослых людей, наверное, вокруг себя. Увидит большое количество жизней по правилам, часто бессмысленным, неаргументированным. Научится, возможно, искать правила, которые безопасно игнорировать, которые лучше соблюдать. Может, не научится. Получит ли образование? Может получить. Вполне есть государственные школы, которые очень хорошее образование дают. Другое дело, что это, наверное, не самая эффективная форма образования. Ну, я не знаю, у меня ребенок ходил в обычную школу в первый класс, там 42 человека было в первом классе. Ну, о каком образовании можно говорить, когда 47 леток в одном классе? По полчаса сидят. Да, да, да. Ну, там вообще речь не по образованию, ни в коем случае. И система потряхивает, система потихонечку кренится, начинает, и что-то где-то меняется со скрипом, появляется огромное количество разных альтернатив, и самое главное, запрос у родителей появляется, но при этом запрос на поиск инструмента, а все вменяемые люди, которые образовательные проекты делают, говорят, что запрос должен быть не на поиск инструмента, а запрос должен быть на совместное выстраивание образовательной стратегии. Но я не сильно погружен в образование, но вот это то, что я слышу. Ну, это вот концепция ребенка-хранилища, потому что многие родители, они на школу смотрят как на ребенка-хранилище, куда его сдает, и забираешь улучшенную версию. Здесь важно отдавать себе отчет, что да, хранилище, это ты не улучшенную версию забираешь, а то же самое, только через время. Ну, да, школа во многом передержка, в этом нет ничего хорошего, ничего плохого. Вот это просто вот такое условие. И школа лучше, там, ребенка, ну, не должна, наверное, делать. Очень хотелось бы, но надеяться на это я бы не стал. от одного из наших зрителей, не общаюсь почти со своим ребенком, живем вдвоем, сама страдаю трудоголизмом, все свободное время, просто лежу. Он копирует, ни на минуту не отвлекается от телефона. Могу как-то поправить это? Спрашивает. Мне кажется, вы на свой вопрос ответили. Здесь можно двумя путями поправить. Первое, вы меняете свою жизнь и начинаете жить по-другому. И если еще не поздно, ребенок, у него появляется шанс вашу модель, ну, копируя вашу модель, тоже измениться. Или второй вариант, которым идут взрослеющие дети обычно, это принять и признать, что модель родителей не очень. Да? Но это понимается с годами. И для этого ребенку надо отойти от вас на какое-то расстояние, чтобы принять и признать, что так, как вы, он жить не хочет. Пожалуй, все. Других вариантов особо нет. А если у ребенка есть круг общения, он может как раз увидеть другие модели и их проекции в виде других детей с другой эффективностью. А если ребенок не хочет общаться с другими людьми, например, при смене школы, то как его заставлять? Вот прям такая, если это цитата вопроса, то прям много тут в этом вопросе. Если поменялась школа, сменился коллектив, и ребенок не хочет там общаться, то ему, похоже, надо помочь. У него либо сейчас там напряженная ситуация, потому что вырвали из круга, где у него были друзья, где была коммуникация, и здесь страшно заново выстраивать общение, страшно, что не выйдет, особенно если подростковый возраст. Либо уже что-то пошло не так, уже не вышло, уже не получилось приобрести статус признания в новой среде, и от этого плохо, грустно и больно. Либо у него, в принципе, не очень много запросов и потребностей на общение, и тогда просто принять и признать, что ее немного. Но здесь надо ориентироваться на ребенка, что с ним, в каком он состоянии. Окей, так, смотрим, что у нас еще. Давайте последний вопрос. Есть очень интересный комментарий, что родители не хотят брать ответственность на себя за социализацию, и нельзя не согласиться. Так, сыну 19 лет на втором курсе универа, живет один в Питере на съемной квартире, в школе учился очень хорошо, сейчас отказывается от учебы совершенно, нашел работу грузчика. Учиться не хочет нигде совсем. То есть вот случилось то страшное, Никита, что мы с вами тут пророчили нашим детям. Что делать в этом случае? Оно страшное только при ситуации, если у родителей были другие ожидания. Так-то чего страшного? В 19 лет нашел себе работу, и работает, ну пожалуйста. Учиться начать никогда не поздно, это вот совершенно точно. У меня есть выездные проекты психологические, и вот у меня там партнер, ему сейчас 50. Он высшее образование пошел получать после армии, еще там спустя какое-то, он пошел, короче, ему 27 лет было высшее образование получать. Сейчас у него 4 высших образования. Сейчас он читает, я не помню, 50 по 70 книг в год, но это не художку, а именно, да, там, полезные книги, супер востребованный специалист. Он читать-то начал только там со второго курса института, он это вообще не читал. Ну, умел, но не читал. Я к тому, что никогда не поздно. Никакой катастрофы в том, что ребенок пошел работать вместо учебы, ну, нету. Это не соответствует вашим чаяниям, надеждам и ожиданиям. Дальше вы можете для себя принять решение. Вы его поддерживаете словами или деньгами, или не поддерживаете ни словами, ни деньгами. Вот, ну, деньги по вашему выбору, но словами я бы поддерживал все-таки. Вот, если он работает, ну, пусть все зарабатывают на съемное жилье. Если у вас был такой контракт, что пока ты учишься нормально, мы тебе оплачиваем жилье из жизни. Не учишься, сам крутишься. Ну, окей, можно так. Нету катастрофы в этом. Так, а вот вопрос. Основные моменты в поведении родителей с сыном 7 лет при разводе. Ну, и вообще, я немножко вопрос расширю. Что лучше, родителям пытаться сохранить семью ради детей, естественно, с сохранением тех напряжений, которые в разводном состоянии есть, или все-таки им лучше расходиться и не создавать вот этот давик и фон на ребенка? И уже второй момент. Если родители решили расходиться, то как лучше выстроить коммуникацию с ребенком по этому поводу? Это последний вопрос у нас. Время у нас заканчивается сильно. Ну, во-первых, я сам разведен. И то, во что я верю, что есть ситуация, когда лучше развестись. Я не могу описать критерии, когда оставаться в браке, когда разводиться, но точно есть ситуации, когда лучше пусть родители попробуют быть счастливы по отдельности, чем несчастливы вместе ради ребенка. Это плохая история. Это плохой пример для ребенка. Ну, да, это плохая ситуация для ребенка. Давайте так. Развод – плохая ситуация. Жить несчастливыми – плохая ситуация. Здесь бывает так, что нет идеального решения, где всем все хорошо. Это правда. Но счастливые взрослые по отдельности лучше, чем несчастливые вместе. Вот это то, во что я верю. При этом очень часто разводы происходят на инфантильной волне, когда я, фу, ой, все, я больше не готов тут ничего пробовать. А на самом деле еще много чего можно сделать здесь для того, чтобы дальше вместе жить счастливо. Редко что-то ломается прям напрочь. Вот. Как говорить с ребенком? Первое. На уровне возраста очень важно разобраться, каким языком говорить. Семилетним ребенком он не будет понимать сложных конструкций, абстрактных понятий. С ним надо говорить просто очень. Второе. С ребенком разговаривать тогда, когда уже решение принято. Не пока вы говорите о разводе и говорите, вот, твой папка решил от нас уйти. Да, но это прям хрень болезненная. А когда вы уже приняли решение, или уже что-то произошло, или прямо сейчас оно произойдет, лучше до психолога дойти до того, как вы разошлись, честно говоря. Даже если для того, чтобы просто хотя бы гуманно разойтись. Второе. Говорить стоит про принципиальный момент, что изменилось, да, мы больше не живем вместе. И всегда доносить одну и ту же идею тысячи раз про то, что мы остались твоими родителями, мы тебя очень любим. Будем любить просто из разных домов сейчас. Да, ну, разные ситуации развода бывают. Иногда за мы сложно здесь сказать, там, папа или мама сильно самоустраняются. Папа чаще, к сожалению. Но вот эту идею важно донести, что мы расстались как мужчина и женщина, как муж и жена, но как родители мы продолжаем, да, с тобой точно совершенно взаимодействовать. И я большой сторонник в ситуации развода, где тратить любые деньги, средства, силы, там, все что угодно на то, чтобы между разводящимися наладить адекватную коммуникацию, общение наладить. Если остается ребенок, вам важно вменяемо между собой общаться. Не нужно дружить, любить, там, все на свете. Но уметь договариваться спокойно и не переносить на ребенка все свои обиды, это прямо лучшее, что вы можете сделать. Вот так эфир про мотивацию у нас заканчивается разводом. Да, иногда бывает и так. Выход на новый уровень никогда не знаешь, через что происходит, через какой кризис. Друзья, мы, собственно, провели очень интересный час. Спасибо вам за ваше внимание. Напомню, в гостях у нас сегодня был Никита Карпов, психолог, специалист по проблемным подросткам. Хотя, как мы теперь уже понимаем, проблемы не в подростках. И они не факт, что проблемные, а они классные в большинстве случаев. Если их слушать, присматриваться к ним, пытаться их понять. Эфир будет сохранен у нас в аккаунте Advanced Courses, поэтому все, кто присоединился позже, можно будет потом посмотреть. И хочу сказать еще, что, во-первых, у Никиты есть его собственные курсы, связанные с работой с родителями. Именно с родителями, которые хотят понять себя, изменить себя, чтобы улучшить свои отношения с подростками. Ну и также у нас в Advanced тоже есть наши собственные курсы, в том числе марафон мотивации, совершенно бесплатный. Сегодня как раз вечером стартует, ссылка будет в шапке профиля. Кому интересно поработать с мотивацией подростков с точки зрения того, как мотивировать их учиться, как облегчить им учебную нагрузку, вот про эти вещи мы там подробно будем разбирать, что мешает детям учиться и как им здесь что-то можно посоветовать и помочь. Соответственно, всем большое спасибо за внимание. Все ссылки будут в сторис. И до скорых встреч. Александр, спасибо. Был интересный диалог. Никита, доброго вечера. Всего доброго.